Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и сегодня мы вместе с вами смотрим на пауэрбанк от бренда Crown. Чем интересен данный пауэрбанк? А тем, что здесь просто минимальные размеры. Я, наверное, меньше, честно говоря, на рынке еще не видел из самых распространенных, которые продаются. Плюс ко всему он имеет быструю зарядку, Qualcomm Quick Charge третьего поколения, а также Power Delivery мощностью 18 Вт. И также имеет USB типа A и USB типа C. В компактном размере это просто находка. Сейчас мы это все посмотрим, проверим. Пауэрбанк поставляется в такой вот упаковке, бренд Crown. Первый раз у меня на канале, это первое знакомство. Мощность 18 Вт, Type-C работает на вход и на выход. Есть также типа A USB, который работает на выход с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. И LED индикаторы, которые обозначают заряд данного пауэрбанка. Каждый из индикаторов примерно 25%. Естественно, 4 индикатора это 100%. Модель пауэрбанка CMB-B1003. Емкость 10 000 мАч. Плюс ко всему здесь указано, что пауэрбанк имеет поддержку сквозной зарядки. То есть одновременно можно заряжать и пауэрбанк, и ваш смартфон, или любое другое устройство. Теперь по техническим характеристикам. Вкратце, емкость 10 000 мАч. Батарея литий-полимер. Цикл жизненный равняется примерно 500 раз. Выходное питание быстрой зарядки Power Delivery 5 Вт, 3 А, 9 Вт, 2 А, 12 Вт, 1,5 А. Это на Type-C. И все точно тоже Quick Charge 3.0 USB типа A. Ну и есть модули защиты от перегрева, перезаряда, превышения напряжения и от короткого замыкания. И плюс в комплекте идет USB Type-C кабель. Ну и заявляют, что там USB Type-C кабель довольно такие качественные, которые может поддерживать до 3 А. Так, комплект поставки. Еще раз проверяем. Смотрим гарантийный талон. Гарантийный талон. Смотрите, здесь производитель указывает, что на него гарантия 12 месяцев. То есть год полноценной гарантии. Это хорошо. Инструкция. Инструкция точно так же на множестве языков, включая русский и украинский. Если интересно, можно будет почитать на досуге. USB кабель Type-C. Длина до 30 см. Коннекторы на USB кабеле фиолетового цвета. И производитель точно так же заявляет, что этот кабель можно использовать не только для зарядки и быстрой зарядки, а еще для синхронизации ваших устройств с ПК и передачи информации. И сам пауэрбанк. Посмотрите, настолько он маленький и компактный. Это просто. Я вот до этого пауэрбанка считал, что вот это вот компактный пауэрбанк. Но нет. Теперь я вижу, что это абсолютно не компактный пауэрбанк. Обратите внимание, что и этот на 10 тысяч, и этот на 10 тысяч. И посмотрите на их габариты. Разница чуть ли не в два раза. Ну, конечно, может не в два раза, но в итоге, смотрите, и толщина. Вот этот вот, наверное, даже толще. Ну, смотрится очень-очень интересно. Ну, и сравнение с пауэрбанком точно так же в 10 тысяч мАч. Да, это плоский пауэрбанк. Вот его технические характеристики. Но посмотрите, настолько он больше. Да, он тоньше может быть в пол раза, но зато остальные габариты. Просто посмотрите на это все. Настолько он меньше. И по весу он точно так же легче, чем остальные пауэрбанки на 10 тысяч мАч. Давайте взвесим его. Смотрите, 175, ну, практически 176 грамм. Это замечательно. А теперь его компактный конкурент. 197 грамм. И вы знаете, при таких компактных устройствах, да, небольшая разница, но она будет чувствоваться. А вот этот вот пауэрбанк 226 грамм. И посмотрите, более чем 50 грамм разница в весе между вот этими вот устройствами. В компактной сумке или в кармане это в действительности может чувствоваться. Внешний вид. Пауэрбанк полностью выполнен из пластика. Это матовый черный пластик. Довольно-таки практичные отпечатки не остаются. Может быть и грязь не будет собирать. Посмотрим, как будет в дальнейшем. На фронтальной части 4 индикатора. Как я и говорил, каждый из индикаторов подсвечивается и означает 25%. Ну вот здесь сейчас обозначение, что от 75% до 100% заряда в данном пауэрбанке есть. Название бренда Crown. На правой грани кнопка питания, включение-выключение. Также на левой грани ничего. На верхней грани у нас USB типа А, который поддерживает и быструю зарядку, и обычную. Поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0 до 18 Вт. И на нижней грани USB Type-C, который работает и на вход, и на выход, с мощностью 18 Вт и поддерживает Power Delivery. Соответственно, данный пауэрбанк будет хорошо подходить для быстрой зарядки как для Android-устройств, так и для Apple-устройств, iPhone'ов и прочих девайсов, которые поддерживают стандарт Power Delivery 18 Вт. Теперь переходим к тестам. Для начала будем тестировать USB-порт типа А. Заявленные 5 В, 3 А. Смотрим. 5 В, 3 А поддерживается 15,5 Вт без просадки. Как вы видите, здесь идеально все, как и заявлено. Давайте посмотрим до просадки, до падения параметров. То есть, можно сказать, честных есть 5 В, 3,5 А, что немного больше даже, чем заявлено. Есть запас. Теперь 9 В, 2 А есть, как и заявлено, 18 Вт. Давайте посмотрим, есть ли какой-то запас по мощности. Да, и как вы видите, спокойно поддерживает при 9 В, 2,5 А, точнее, практически 23 Вт мы можем получить с данного пауэрбанка. Очень хорошо есть большой запас. И 12 В, 1,5 А, как и заявлено, здесь полный порядок, 18 Вт. Давайте посмотрим, здесь запас есть. И здесь точно так же запас присутствует. 12 В, 1,79 А. И это практически 22 Вт. Но все-таки даже больше, чем заявлено. Теперь все то же самое, только Type-C разъем. Смотрим, 5 В, 3 А, 15,5 Вт поддерживается. По запасу мощности. 5 В, 3,55 А свободно. Практически 18 Вт есть. Как вы видите, здесь неплохой запас тоже присутствует. 9 В, 2 А без проблем, 18 Вт. Ну и вполне приемлемые параметры. 9 В, 2,5 А, при этом практически 23 Вт по мощности. Точно так же есть запас. Ну и 12 В, 1,5 А, честно, есть 18 Вт. И здесь точно так же есть запас до 1,8 А. То есть практически 22 Вт здесь есть. Соответственно, что получается, здесь все честно, даже более чем, есть даже запас. И на USB типа А, и на USB типа С. Теперь все это проверим на реальных устройствах. На данный момент это Poco X3. Подключаем Powerbank к смартфону. Смотрим, бестрая зарядка пошла. А теперь что показывает тестер. И на тестере мы видим 15 Вт. Значения меняются от 15 до 17 Вт. Теперь Xiaomi Mi 9T. Также быстрая зарядка включается. И на тестере мы видим 16 Вт. И точно так же значения прыгают до 17 Вт. Ну, я думаю, могут немножко меньше и опускаться. И еще один смартфон Xiaomi Mi 8. Быстрая зарядка точно так же включилась. И на тестере по-прежнему 16-17 Вт. Теперь все то же самое, только Type-C порт. Poco X3. Быстрая зарядка включилась. По мощности 16 Вт. Немного больше 16 Вт. Xiaomi Mi 9T. Быстрая зарядка включилась. На тестере 16,5 Вт. И Xiaomi Mi 8. Быстрая зарядка включилась. На тестере чуть больше 16 Вт. 16,5 Вт до 17 Вт. Если вы пользователь Apple iPhone, здесь точно так же быстрая зарядка присутствует. Единственное, что нужно учитывать, когда вы будете подключаться, то вам нужно подключаться через порт Type-C. Type-C Lightning. И вот на сейчас быстрая зарядка происходит мощностью 15-16 Вт. Что неплохо для Apple. Проверили мы только что, как заряжает данный пауэрбанк устройство и смартфоны. Здесь все, как заявлено в технических характеристиках. А теперь проверим, как заряжается сам пауэрбанк. Проверять будем с помощью зарядного устройства от Beezus. Мощностью 65 Вт. Чтобы зарядное устройство как раз не стало узким горлышком. Ну и естественно хорошим качественным USB кабелем, Type-C кабелем. Проверенным лично мной. И здесь полный порядок. Пауэрбанк заряжается даже больше, чем 18 Вт. Практически 19 Вт. Все хорошо и точно так же соответствует заявленным характеристикам. Теперь давайте посмотрим, можно ли одновременно заряжать два устройства. Первый смартфон подключаем с помощью Type-C кабеля. Здесь зарядка пошла, только как вы видите, быстрая зарядка уже не идет. И это все из-за того, что наверное одновременно подключены к двум портам шнуры и тестеры. Если будет по очередности, возможно изначально будет зарядка быстрая, а потом просто будет отключаться. Подключаем второй смартфон и второй смартфон подключен и зарядка идет. Но быстрой зарядки здесь точно так же нет. Давайте посмотрим параметры тестеров. USB тип А в подключении 5 В, 1,33 А, 6-7 Вт. Если это Type-C, Type-C 5 В, практически 2 А, и это 11 В. Вот 5 В, 2 А, 11 Вт. Соответственно получается, что оба смартфона заряжаются. Заряжаются обычно не быстрой зарядкой и максимальная мощность от 17 до 18 Вт. Соответственно, где-то 3,5 А уходит на оба порта. А сейчас протестируем функцию сквозной зарядки. Сам Powerbank заряжается с помощью Type-C разъема и Type-C порта на зарядке. Включается обычная небыстрая зарядка при сквозной зарядке. Это норма. 5 В, потребление 5 В, 1,59 А. Значения иногда немного больше, немного меньше. Растут до 1,8 А. И Powerbank отдает на смартфон 5 В, 1,18 А. Немного, но с помощью одного зарядного устройства вы одновременно сможете зарядить и Powerbank, и смартфон. Функция сквозной зарядки здесь работает. Производитель заявлял два стандарта быстрой зарядки. Это Power Delivery 18 Вт и Qualcomm Quick Charge 3.0. Но помимо этих есть еще некоторые, которые производитель не заявлял, но Powerbank поддерживает. Это Quick Charge второй версии 5, 9 и 12 Вольт. Это Quick Charge третьей версии. И стандарты быстрой зарядки от Samsung AFC 9 Вольт и Huawei FCP 5 и 9 Вольт. Теперь все, что касается Type-C разъема. Здесь у нас добавляется еще Power Delivery 3.0, 18 Ватт. И все те же самые стандарты, которые были Quick Charge 2.0, 3.0, Samsung AFC 9 Вольт и Huawei FCP 5 и 9 Вольт. Для вас прошла одна секунда, а для меня значительно больше. И сейчас я расскажу опыт использования этого Powerbank. Для начала мы посмотрим на его реальную емкость. Тестировал я его с помощью этого тестера, который вы видели немного ранее. Powerbank сможет отдать в первый же раз, у меня получилось значение, 5900 мАч или же 30 Ватт-часов. Это неплохое значение, но не самое лучшее. Нормальные адекватные Powerbank с емкостью 10 000 мАч могут отдавать от 5500 мАч до 6500 мАч. Но можно сказать, это практически среднестатистическое значение. При зарядке данный Powerbank может принять 7900 мАч или же 39 Ватт-часов. Сделал я еще дополнительные подробные тесты. Вот еще один тест. Следующий отдать он смог 6000 мАч и те же самые 30 Ватт-часов. Теперь снова на заряд он взял практически ровно 8000 мАч или 39 Ватт-часов. На отдачу 5900 мАч или 30 Ватт-часов. И на зарядку 7900 мАч. Еще один тест. 5900 мАч на отдачу. И еще один тест. Зарядка с помощью быстрой зарядки. То есть он в себя. Здесь можно принимать во внимание только Ватт-часы, потому что в мАч будет значение немного неправильных. В итоге мы получаем те же самые 39 Ватт-часов, которые он смог принять в себя данный Powerbank. Это последний скриншот был по тестам. В итоге вы увидите, что до идеальных 10000 мАч он немного не дотягивает, но благодаря таким маленьким компактным размерам он имеет вполне достойные показатели. Теперь по зарядке и по опыту использования. Данный Powerbank заряжается с помощью быстрой зарядки и заряжается он действительно очень быстро. За 2 часа он заряжается примерно на 80 или на 90%. Здесь нет точной индикации. Я говорю примерно из-за того, что здесь вот такая вот индикация. Где-то за 2 часа основная емкость у него уже будет заряжена. Далее он дозаряжается еще за 30 минут. Итого мы получаем за 2 часа 30 минут. Быстрой зарядки заряжается полностью на 100% этот Powerbank. С 0 до 100%. Если же это будет обычная небыстрая зарядка 5 вольт 2 ампера или же 10 ватт, то данный Powerbank заряжается 4,5 часа. То есть за ночь он легко может зарядиться. Ну а теперь по зарядке смартфонов. Как основной смартфон на данный момент я использую Poco X3. Здесь батарея в 5000 мАч. Также еще один Redmi Note 10 Pro от Xiaomi. Здесь точно так же батарея в 5000 мАч. И iPhone 11. Здесь батарея в 3000 мАч. Если же это будут смартфоны с емкостью батареи в 5000 мАч, то с помощью данного Powerbank вы сможете зарядить смартфон практически полтора раза. Если же это будет смартфон с емкостью батареи в 4000 мАч, а я точно так же испытывал его еще на Xiaomi Mi 9T, где батарея в 4000 мАч, то там вы можете получить практически полных 2 раза. Ну и если это будет iPhone 11 или любой другой смартфон, в котором батарея емкостью около 3000 мАч, то данным Powerbank вы сможете его зарядить около 2,5 раз. В итоге получается годный Powerbank с отличными характеристиками и возможностями, в котором присутствует и быстрая зарядка в обе стороны, как на сам Powerbank, так и для других гаджетов. Присутствует Type-C порт, который работает на вход, на выход. Есть сквозная зарядка. И самое главное преимущество этого Powerbank это его компактные размеры. Это на данный момент самый компактный Powerbank емкостью 10000 мАч, который у меня был и который я видел вживую. И это одна из основных преимуществ и достоинств данного Powerbank. То есть этот Powerbank очень хорошо подходит как для повседневного использования. Бросит себя в сумку или рюкзак, он не занимает много места и весит очень мало. И да, комплектный Type-C кабель я точно так же проверил. Он работает как для быстрой зарядки, так и для синхронизации и передачи данных с ПК. Действительно так и есть. А по данному видеоролику у меня в принципе все. Если вам это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Для многих это видео может быть интересным и полезным, так как Powerbank'ами пользуются многие. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. До новых встреч.